Сборная Ульяновской области по борьбе Панкратион приняла участие в чемпионате и первенстве Приволжского округа, прошедшем в Чуваши. Из города Мариинский-Пасад ребята привезли 4 золотые, столько же серебряных и одну бронзовую медали. Подавляющее большинство чемпионов и призеров – это воспитанники православного клуба «Пересвет» при Жадовском монастыре. Репортаж наших коллег из видеостудии Барышской епархии. Турнир в Чувашии считается одним из наиболее сложных во всей соревновательной сетке российского Панкратиона. Тут не только борьба на ковре, но и за судейскими столиками. Шесть региональных сборных ПФО отчаянно стараются завоевать путевки на всероссийский турнир. Первой такую путевку для Ульяновской сборной завоевала 16-летняя ученица Жадовской средней школы Ангелина Максимова. Кстати, единственная девушка на этом турнире, представлявшая наш регион. Первый же поединок и первое золото в копилке. К середине схватки представительница «Пересвета» сильно уступала по очкам, но нашла в себе силы и досрочно удушающим приемом закончила бой. Вслед за Ангелиной самый юный участник соревнований, пересветовец Алексей Шестопалов, выиграл два подряд боя и стал чемпионом ПФО. Причем в финале Леша не испытал никаких трудностей с соперником. Надежда Ульяновской сборной взрослые участники. Они бились по более серьезным правилам панкратиона, где разрешены удары руками в голову. Безусловный на данный момент лидер сборной Владимир Алексеев без особого труда взял свою золотую медаль на этом турнире. Пересветовцы Сергей Безруков и Самвел Нациканяна оказались в одной категории. Нациканяна остановили в четвертьфинале, а Безрукова в финале. В результате одна серебряная медаль на двоих. Также серебро досталось Сергею Гришину из села Румянцево и Ангелине Максимовой. Она дополнительно выступала в более жесткой категории, но, увы, в финале проиграла. А вот Ульяновец Максим Кислицын из клуба «Варяг» на свое золото даже не надеялся. В его категории явным лидером считался прошлогодний чемпион мира Дмитрий Шмелев. К тому же отец последнего – главный судья этого турнира. Неудивительно, что в финальном поединке Ульяновец сильно проигрывал по очкам. В самом завершении боя Кислицыну представился шанс, и Максим его не упустил, тем самым совершив невозможное. Вместе с еще одной серебряной медалью, которую также завоевал представитель клуба «Варяг» Дмитрий Парфенов, у сборной Ульяновской области 8 путевок на чемпионаты первенства России. Турнир пройдет в середине апреля в городе Иваново. Там же сформируется сборная России на чемпионат мира. Дмитрий Гурин ведет студию «Барышевской епархии» специально для телеканала «Союз».